Здравствуйте, дорогие любители иностранных языков и иностранных книг! Многим из нас знакома пословица «Лучший враг хороших». Мы, преподаватели, очень часто исследуем из опасений, что новые учебные материалы окажутся хуже тех старых, хорошо проверенных временем, знакомых, понятных, когда к каждой странице книги прилеплено много клейких листочков с записями из многих прошлых лет, где стрелочки, нарисованные карандашом, поменяли местами несколько упражнений, потому что мы считаем, что так эти упражнения будут работать лучше. Мы уже привыкли к старым книгам, они вошли в нашу плоть и кровь, и хотя, конечно, новые материалы выглядят привлекательно, да и умом понимаешь, что жизнь не стоит на месте, как же трудно расстаться с теми учебниками, с которыми столько пройдено, прожито, и которые так хорошо готовили людей и к жизни, и к иностранным языкам, да и просто развивали интерес и любовь к иностранному языку. Сейчас я покажу вам два учебника, которые передают эстафету из прошлого в будущее, и я очень надеюсь, что вы эту эстафету примете и даже поучаствуете в марафонском забеге. Что это? Это старые добрые энтерпрайзы. Многим из вас эти учебники хорошо знакомы. Вы помните, что в этой программе было четыре уровня. Первый, второй, третий, четвёртый энтерпрайз. И также вы знаете, что в них было очень много привлекательных моментов, не просто хорошо разрекламированных, не просто грамотно поданных маркетологами, а вещей, которые действительно очень хорошо работали, за которые многие-многие поколения подростков нам благодарны. И ведь теперь они прекрасно говорят на английском языке и во многом благодаря энтерпрайзам. Что же было хорошего в энтерпрайзах? Там была сложная и насыщенная лексика. Там использовалась техника вокабулярного штурма, когда в тексте выделялись ключевые слова, чьё значение нужно было вывести из контекста. Сейчас с таким упражнением никого не удивишь. А в те времена, когда эти учебники только появлялись, это было в диковинку. Здесь много грамматики, но она не скучная, не занудная. И она хорошо переплетается с изученными словами и с той темой, которую мы изучаем. Здесь мощные разделы по письму с самыми разнообразными жанрами письменной речи. А заголовка к текстам – это или части пословиц и поговорок, или крылатые фразы, или просто что-то такое интересное, что от одного заголовка уже можно было поговорить 10-15 минут на уроке, активизировать навыки говорения, письма, а говоря проще, сделать так, чтобы на уроке было интересно, полезно, хорошо, и чтобы этот урок не прошёл даром. Но, конечно, жизнь меняется. И что тут поделаешь? Жизнь идёт вперёд. Давайте посмотрим, кто пришёл на смену старым добрым интерпрайзам. Но прежде чем посмотреть на это, давайте скажем спасибо старому другу, который был с нами столько десятилетий. Вот, например, скажем ему спасибо за то, что он так необычно трактовал так называемые топики, тему школьной программы. Вместо того, чтобы изучать безличное traveling или безличные places of interest, чей-то interest, для кого это interest, может быть, это совсем не interest, а как раз наоборот. Мы открывали учебник и видели там, например, соляную копию и пещеры из чёрной соли, и потрясающие статуи. Читали о том, как жили средневековые горняки, которые не только добывали соль, но и воздвигли всю эту красоту. Не правда ли? Потрясающе, интересно. Или, например, когда в сотый раз говорили на тему профессии, моя профессия. Боже мой, как трудно это обсуждать со школьниками, они ведь ещё в подавляющем большинстве своём нигде не работают. Авторы нашли выход и здесь. Они предложили нам так называемые tricky jobs, необычные профессии, которые требуют необычных способностей и особой усидчивости от тех, кто ими занимается. И вот мы с вами уже говорим о десантниках, о циркачах, о девушке Матадоре и о многом другом. И даже о полицейской собаке Кензи, но, правда, это из другого учебника, не из интерпрайза. Итак, всё это было прекрасно, но наступила цифровая эпоха. Теперь мы хотим, чтобы видео включало структуру занятия. Теперь нам нужны цифровые платформы к учебнику и многое другое. И, конечно, старый добрый интерпрайз решил обновиться и стал новым добрым интерпрайзом. Интерпрайзом второго издания. У нас на канале уже есть небольшое вводное видео, но сегодня мы будем сравнивать старый и новый интерпрайз и особенно внимательно посмотрим на страницы этих учебников и постараемся увидеть те отличия, которые там есть. А отличий этих как минимум 10. Но я уверена, что вы найдёте больше. Итак, в новом интерпрайзе появились задания на говорение, вынесенные в отдельное задание. Но тут на самом деле смешно. Многие мои коллеги, раньше, когда мы обсуждали с ними старый интерпрайз, старый добрый интерпрайз, который, видите, на стеллаже у меня за спиной, говорили, ну вот тут всем хорош, но там же нет говорения. Я всегда удивлялась, говорила, как это там нет говорения, а куда оно делось? Ну там же нигде не написано, что оно есть. Коллеги, послушайте, ну если не написано, что здесь нет говорения, значит, что там действительно нет. Наоборот, как раз на основе учебника интерпрайз говорение получалось очень здорово, в силу того, что задания были хорошо сбалансированы. Ну да, там не было написано speaking, но вот теперь радуйтесь, дотошные преподаватели, это теперь написано speaking task. Не правда ли? Прекрасно. Здесь очень много работы с идиомами. Здесь появились задания, на которых написано think, на развитие сообразительности, как приглашение порассуждать, подумать, сравнить, не верить глазам своим, а верить тому, что получается. И, конечно, делать это на иностранном языке. Очень многие, когда сдают международные экзамены, да и теперь и наши национальные УК и ЕГЭ говорят, это не только английский, это еще и задания на сообразиловку, на мышление. Ну, в общем, правильно. А разве наши школьные учебники в полной мере развивают эту способность? Нет. Поэтому задания под грифом think будут как нельзя кстати. Здесь, конечно же, по-прежнему очень активно происходит работа со словами. Здесь очень много всевозможных дополнительных интересных заданий. И если вы посмотрите на то, как это называется, вы здесь увидите и ICT, то есть работа с интернетом, интернет-ресурсом, и presentation skills, и много-много чего еще. Вот на этой странице вы видите, как мы работаем с графиками и развиваем у наших учеников интерес к инфографике не просто как к модному тренду, а как к возможности упаковать схемы своего и чужого мышления в карты памяти, в mind maps и так далее. Вы можете увидеть очень интересную подборку дополнительных заданий к текстам. Вы можете увидеть, как всегда, яркие грамматические таблицы и много дополнительных упражнений к ним. И, конечно, многие из этих упражнений находятся на цифровой платформе. В программе Enterprise нового издания появилось три новых модулярных раздела. Это Culture, Values и Presentation Skills. В разделах Culture мы знакомимся, что уже стало, в общем, для нас привычным, не только с культурой англоязычных стран, но и с культурой стран, которые находятся на нашей планете. Мы сравниваем очень много разных культур друг с другом, и эти культуры вступают друг с другом в диалог. Больше никто не говорит, что какая-то культура лучше другой. Давайте изучим их все по возможности. В разделе Values нас приглашают к разговорам не всегда легким и не всегда приятным. И в этих разделах вы можете увидеть очень горячие темы для обсуждения. Иногда они откровенно трагичные. Например, когда дразнят в школе, что с этим делать? Травля в школе. Есть и такой раздел в программе Enterprise. Есть разделы более приятные, более легкие для обсуждения. Но так или иначе, все они связаны с нашими нравственными ценностями, с нашей человеческой позицией. Что-то иногда хочется сделать, и сделав это, ты получишь для себя массу преимуществ. Но настолько это неприятно, насколько это нравственно оправдано. Вот такого рода вещи здесь обсуждаются. И, как всегда, текст в современных учебниках поддерживается в видео, что тоже позволяет сделать урок эффективным и интересным. Кроме того, Presentation Skills. Если вы посмотрите наш ролик про WriteOn, про программу для младших и средних подростков, там тоже есть такие разделы. В Enterprise эти разделы более сочные, более объемные, более эффективные, потому что наши ученики уже старше. Хочу еще раз напомнить, программа Enterprise предназначена, да, ребят, начиная с 13-летнего возраста. Если у вас возникнет искушение попробовать вот эту программу с 10-летками, я настоятельно не рекомендую вам это делать. Дело в том, что не только уровень языка является критерием выбора учебного пособия. Очень важно, чтобы подача материала, тематика и перспектива развития соответствовали с возрастными особенностями наших учеников. Поэтому 7 раз отмерьте, 1 раз отрежьте и все-таки берите Enterprise со старшими подростками, с 13 лет и старше. Конечно, здесь есть разделы и на повторение, и на подготовку к экзаменам. И, безусловно, вы здесь увидите много компонентов, которые вам хорошо знакомы. Это и грамматика спутник, это и цифровая платформа, и аудирование, и многое другое. Для того, чтобы изучить компоненты этой новой программы, дамы пожаловать на наш сайт bookshop247.com и на сайт разработчиков expresspublishing.co.uk. А мы, как всегда, желаем вам успехов в изучении иностранных языков. Мы готовы отвечать на ваши вопросы, как всегда, консультировать, проводить тренинги оффлайн и онлайн. И мы надеемся, что изучение иностранного языка будет для нас актуальным не только ради экзаменов, не только ради хорошей оценки в школе, а прежде всего потому, что это здорово, это интересно.